Свою рабочую поездку Василий Орлов начал с Первомайского парка. Уже в следующем сезоне посетители этого места отдыха ждут серьезные изменения. На одной из площадок откроется контактный зоопарк. В парке построят новое административное здание, общественный туалет, проведут освещение. Глава региона посоветовал вынести этот проект на обсуждение общественности. Первые работы по благоустройству здесь начнутся этой осенью. В октябре мы уже приступаем к открытию сезона планировки и делаем ограждение в этом году. А на следующий год уже весной заинтересовываем вольеры и завозим животных. То есть 1 мая открытие торжественное вместе с парком. Давайте прежде чем мы это будем выстраивать, давайте может где-то пообсуждаем. Кстати, на сайте можно посмотреть. Хорошо, разместим. С общественностью покажите концепцию, покажите как это будет выглядеть. Ну, какие животные. В том числе, какие животные. Давайте это пообсуждаем. А в новом сезоне в парках областной столицы появятся и новые аттракционы. Средства на их покупку и ремонт уже предусмотрены. Горки. Аттракцион, который очень старый, но очень восстановленный. Условно его обновление миллион десять. Собственные средства предприятия. Значит, в этом году мы планируем в Первомайский парк обновить аттракционы. Это купить также батут. И у нас вышел устроен. То есть в последний год доработал уже аттракцион Везоночка. На площадке возле ОККЦ в мае 2019-го вновь начнет действовать скейт-площадка. Старую пришлось демонтировать после наводнения 2013-го года. Из-за грунтовых вод разошлись стыки между плитами, на которых стояли горки. При выборе нового проекта в Рио губернатора посоветовал не торопиться и ознакомиться с опытом других регионов, чтобы максимально удешевить будущее строительство. Я пока не готов какие-то оценки вам давать, потому что наши специалисты сделали заключение именно по плитам, по покрытию. Но отливать заново бетоном, чтобы скейтеры катались, чтобы им было ровно, это, во-первых, дорогое удовольствие, а во-вторых, это не очень эффективно и долго. Для этого есть полимерные покрытия, которые позволяют все эти вопросы решать. Есть, в конце концов, пластик какой-то, есть, там, можно из металла, это теоретически сделать. Надо посмотреть, как это сделано у других. Больше всего вопросов у главы региона возникло на площадке, где возводится пристройка 22-й школы. Из-за несогласованных действий проектировщиков и экспертизы работы на объекте не ведутся уже третью неделю, хотя готовность здания составляет 75%. Завершается отделка внутренних помещений. По словам застройщика, в Амургражданпроекте долго рассматривают и вносят необходимые изменения в проект. Поэтому работы приостановлены, есть вероятность отставания от намеченных сроков сдачи. Мы уже три недели, я лишнее не добавляю, три недели стоим. Мы сегодня не можем проводить работы только из-за того, что у нас нет первоочередных проектов. В акте, в котором мы в последний раз собирались, обозначили 14 пунктов. Из них самые главные пункты, по которым мы сегодня уже стали три недели, это электрика и слаботочка. По ней сегодня нету проектно-сминутной документации. Мы встали. На встречу с Василием Орловым проектировщики и представители экспертной организации приехали только спустя полчаса. Глава региона дал поручение разобраться в ситуации, активно подключиться к работе. Глава при Амуре попросил Александра Сенькова. По словам Василия Орлова, строительство нового здания школы – это социальный объект. И все работы должны завершиться в намеченные сроки – декабрь текущего года.